Депозит банка Касанова Депозит банка Касанова Депозит банка Касанова Почему бы не показать им, насколько интересна и привлекательна работа в ресторанном бизнесе? За учеников из социально уязвимых семей курсы оплачивает Фонд Таланты 21 века. При поддержке областного управления образования реализуется проект продвижения талантливых детей. Причем во всех сферах деятельности. Спорт, искусство, интеллектуальные игры. У нас в студии руководитель Фонда Таланты 21 века Дина Ниязова. Дина, приветствую. Вот расскажите, почему решили начать именно с профессии поваров? Ребятам это понравилось или были какие-то другие моменты, по которым вы выбирали? Работа Фонда пришлась как раз на июнь месяц, период каникул. Естественно, мы стали мониторить пожелания родителей и детей. И первое желание с их стороны было именно научиться чему-то полезному. Повара это на самом деле как бы нужная профессия, наверное. Мы все им не можем существовать без еды. И судя по тому, что за два месяца мы обучили 40 детей, просто на самом деле очень хорошие отзывы от родителей. Это домашние помощники, а в дальнейшем понятно, что это самостоятельные дети, которые могут абсолютно спокойно готовить себе сами и не ждать родителей. Дин, а возраст какой был у детей? С пятого по девятый класс были как мальчики, так и девочки. Но больше всего нравилось мальчикам или девочкам? Мальчики подумали о выборе профессии этой, потому что на самом деле это очень востребованная профессия. Сейчас высокооплачиваемая. Перспективы у них, наверное, есть. Как возникла такая идея формы профориентации? Наш фонд направлен, конечно, на творческое развитие, но вместе с тем мы понимаем, что это жизненная необходимость сейчас, как бы, помогать детям выбирать будущую профессию. А все-таки ребята к чему больше стремились? Задавали ли вам вопросы? Дина, вот повар это хорошо, да? Но вот хочется чего-то другого, нового. Нет, абсолютно нет, потому что для них это вообще новая форма. Внимание, получается, к ним, на самом деле, ограничивается только школой, да, и учебной программой. А тут раскрыть себя с другой стороны, показать свои определенные навыки, способности в этом. Все-таки доля фантазии есть. А вот вы, Дина, конкретно дегустировали? Да, конечно. И как? Ну вот последний этап был, это сдача экзамена, из чего состоит блюдо, то есть все это сервировка, как положено. Родители сидели, присутствовали, все это все дегустировали с чаем, за приятной беседой. Естественно, были отклики какие-то от самих детей, от родителей, и все сказали, что это очень-очень необходимо. Это очень интересно. А вот как проходили занятия, и кто вообще их проводил? На базе ресторана «Зире» вообще организация, ассоциация ресторан-гостиничного бизнеса, они открыли курсы. Ориентировались изначально на взрослых. Значит, это переподготовка, переквалификация. И тут получается, что мы вышли с таким предложением, чтобы они позанимались с детьми. Есть шеф-повара, есть определенные люди, которые занимаются не только практикой, но и теорией. То есть дезинфекция посуды, самые элементарные вещи, которые, в принципе, каждый человек знает, но дети-то об этом еще не в курсе. Сервировка стола, понятно, состав блюд, да, все, что необходимо. Это для детей, я вот сам даже, если бы на месте их был, не смог бы этого сделать. Техника безопасности определенная, потому что все-таки там и острые колющие предметы есть. Но, в принципе, это все было очень-очень удачно. Очень хороший состав преподавательский, поэтому у нас таких казусов не было. А вот скажите, кроме курсов поваров, какие еще будут? Нет, у нас за летний период уже большое количество курсов было. Кройки шитья, кулонер декоративно-прикладного, живопись. Мы занялись оздоровлением детей, бассейн. То есть сейчас мы, в принципе, нацелены на все. Дина, ваш фонд появился совсем недавно. Что уже успели сделать? Изначально мы проводили мероприятие, называлось оно «Минута славы». То есть в течение одной минуты ребенок должен был показать свой талант, попытаться его раскрыть. Кого мы заметили, допустим, мы приглашали уже дальше. И самое главное, что фонд делает, это он оплачивает все эти курсы. Да, эта программа при поддержке областного управления образования нацелена именно на выявление и поддержку талантливых детей из социально незащищенных групп населения. Сейчас порядка 6 тысяч детей у нас есть по списку, с которыми мы, в принципе, хотели бы заниматься. И если есть у ребенка отклик, то мы, пожалуйста, открыты для общения. Вот, Дина, еще вопрос. Как привлечь вообще предпринимателей, которых у нас с каждым днем становится все больше и больше, к участию в таких фондах поддержки талантов? Есть один ученик, такой небольшой секрет, у меня в Академии искусств, он занимается на фортепиано, вообще это его не профессия. Он предложил сделать так, он говорит, я готов 2-3 человека взять на обучение ребенка и оплачивать сам. Если нужна, необходимость есть такая, допустим, купить музыкальные инструменты. То есть, конечно, понятно, что личный контакт важен, но, наверное, когда будут видеть какую-то определенную работу, которую мы ведем, то предприниматели, они, в принципе, сами проснутся, и если изъявить такое желание, то, конечно, мы будем очень рады. А с какого возраста и куда обращаться, чтобы принять участие в вашем поезде? Скорее всего, нет. Скорее всего, у нас есть определенные списки, по которым мы работаем. Единственное, что у нас очень будет большой проект, это будет большой фестиваль «Дети разные важны». Вот в нем могут принять участие абсолютно любой ребенок. Давайте расскажем, что это за проект, потому что многим интересно. Фестиваль, я так думаю, что он будет больше, конечно, направлен на творческие составляющие детей. Это может принять участие вся творческая прослойка детей. Все, кто занимается хореографией, вокалом, подготовленные дети, в том числе и неподготовленные, которые абсолютно нигде никогда не участвовали. Мы придумаем им несколько номинаций, в которых они могли бы себя проявить, показать, потому что у нас все-таки некоторый спектр не охвачен. Допустим, детская журналистика. Мы хотим включить такую номинацию, потому что есть желающие дети, которые занимаются этим, но им куда-то ехать, это накладно, а внутри города таких проектов нет. Поэтому я так думаю, что там большой контингент соберется детей. Дина, я желаю удачи и процветания фонда, и всех благ. Надеюсь на новые проекты, и наши все телезрители, пользователи социальных сетей тоже ждут нового творения от вас. Спасибо большое. Определиться с будущей профессией сложно и самим школьникам, и их родителям. Зачастую взрослые делают выбор за детей и не угадывают их призвания. Потом всем остается сожалеть о потраченном времени, силах и деньгах. Если опыт, полученный в школьные годы, подскажет правильный путь, ни о чем сожалеть не придется. Так что желаем удачи и ученикам, и авторам новой идеи. Друзья, подписывайтесь на страницу Инстаграм нашего партнера Банка Касанова. Всех вам благ. До встречи в эфире на Первом городском телеканале. До встречи в эфире на Первом городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова